друзья всем привет сегодня хочу поговорить с вами о такой важной теме как планшет для акварели планшеты бывают очень разные например это может быть простой картон это может быть дерево это может быть оргстекло dvp сейчас я вам расскажу свой опыт что покупать чего не покупать и как можно апгрейдить планшет начнем с самого простого варианта например картон у меня это картон для художественных работ 1000 грамм на метр квадратный у него плотность формат 40 на 50 такие картонки я с собой беру на пленэр потому что это очень легкая альтернатива планшету я беру с собой листы вот такого это четверть черт четверть акварельного листа хлопковой бумаги клею их просто малярным скотчем и пишу на пленэре это очень удобно потому что легко и никаких проблем с местом не возникает поэтому рекомендую такой вариант именно для пленэра что происходит с картоном дальше и почему это не самый вообще выигрышный вариант для длительных каких-то работ смотрите вот здесь например от скотча остаются вот такие вот выемки до когда мы снимаем бумажный скотч он вместе с бумагой с картоном отрывается потом если на него попадает влага появляются разводы и выбухания какие-то брызгается краска в общем он становится очень таким неприятным некрасивым и уже не очень приятно на нем становится рисовать поэтому имейте ввиду неплохой вариант стоит он по моему 80 рублей 80 100 рублей вот такая вот большая большой лист отлично для пленэра но не для таких долгих работ второй вариант это дерево у меня это лакированное дерево которое я нашла в саду у своего дедушки вариант очень удобный но очень тяжелый лак позволяет работать как по сырому так и по сухому то есть я могу и смачивать и приклеивать лист и так далее но у дерева есть своя структура которая иногда может если она слишком рельефная вот например здесь есть какие-то прям выемки такие неприятные куда могут затекать излишки воды потом они неожиданно вытекают поэтому дерево скорее все таки я бы рекомендовала тоже для сухого такого сухих техник когда вы просто крепите лист и рисуете на бумаге закрепленный малярным скотчем если же вы все-таки хотите писать по сырому это техника в этом лет или техника техника когда мы просто нам очень бумагу с двух сторон клеим ее к планшету или полностью смачиваем лист буквально в ванне его купая и приклеиваем идеально подойдет оргстекло вот такой момент что у меня это голубое оргстекло это не очень удобно потому что немножечко отвлекает появляется какая-то рамка вокруг моей картины она голубого оттенка и это немножечко может отвлечь может повлиять на выбор каких-то цветов оттенков поэтому рекомендую лучше все таки либо прозрачное оргстекло либо брать белое и такой момент оргстекло она гнется она не очень устойчивая то есть дерево вы можете прямо поставить например на колени себе она толстая устойчивая никуда не денется не согнется а вот оргстекло все таки удобнее укладывать прямо на стол или на дополнительный планшет чтобы она никуда у вас не не согнулась не уехала вот покупается она в обычных магазинах которые торгуют например тепличным остеклением в общем просто можете обзванивать автовые какие-то стекольные такие или те кто занимается созданием парников теплиц в общем них обычно этого добра хватает и вот они режут там оргстекло закругляют края вы можете себе сделать вариант оргстекла который подойдет вам для пленэра небольшой какой-то это может быть пол листа четверть листа акварельного у меня это на целый лист чисто для домашней работы потому что на мой взгляд на пленэре вот это вот все разводить технику в этом вид да все смачивать это слишком долго тем более я живу в сочи здесь сыра и это бесконечно долго ждать просто невозможно вот и последний вариант самый важный такой и самый распространенный это планшеты из двп дсп честно говоря не знаю как они именно называется материал вот такой вот он в оригинале у меня это фирма сонет один планшет у меня на целый акварельный лист не подскажу честно говоря сейчас какого он размера 2 у меня 60 на 40 на половину акварельного листа в чем фишка вот этих планшетов в чем их подводный камень вот здесь вы можете видеть что я планшет себе испортила вот здесь видно выбухание это просто капнула вода тут же поверхность планшета вздулась работать на нем больше невозможно теперь это у меня такой так сказать стол для резки бумаги для скетчбука и так далее то есть это я теперь этот планшет не использую по назначению как этого избежать что с этим делать вы можете просто купить обычную водоэмульсионную краску или может быть у вас осталось от покраски потолка может быть осталось от какой-то в общем покраски какого-то помещения и вы можете поставить покрасить вот этот планшет это идеальное решение правда вот мой к сожалению я уже не помню вот эти вздутия у меня появились до или после покраски с покраской еще такой момент посмотреть чтобы ваша кисточка не лезла моя кисточка лезла и здесь кое-где волоски все вот эти вот выбухания они потом будут видны на вашей работе потому что когда акварель сохнет вот вы ее оставляете на планшете все вот эти вещи они вам прям злую шутку сыграют обязательно ставят свой след это есть хорошо поэтому сразу же если вы решаетесь на такой планшет да кстати по поводу цен такие планшеты стоят по моему 400-700 800 рублей в зависимости от размера орг стекло стоит тысячу полторы тысячи вот чтобы вы понимали ценовой разбег но конечно еще все зависит от пластика от материала который вы выбираете вот думаю что вам все осталось понятным если что-то непонятно пожалуйста пишите спрашивайте я с удовольствием отвечу расскажу все что знаю и подскажу с выбором на мой взгляд для начала достаточно купить себе картонку а потом когда вы поймете какая техника вас привлекает картон вам не позволит работать по сырому позволит это только вот такая покрашенная двп или орг стекло или например лакированное дерево но вы можете попробовать на небольшом каком-то формате ки такую технику просто она заходит не всем и поэтому необходимости например в каком-то дорогом планшете из орг стекла она как бы есть не у всех и это важно понимать поэтому на мой взгляд вообще отличная идея это начать с картоном оставить его если что для пленера и затем уже брать себе dvp dsp санетовский или какие-нибудь еще планшеты красить их водоэмульсионкой особенно хороши те что подходят для влажных помещений которые стойкие краски хорошие вот можете покрасить в черный цвет видите у меня светлый цвет и на нем остается видно все пигменты вот так вот въедаются я думаю что я впоследствии перекрашу в какой-то черный может быть такой бывает как цвет меловой доски наверное это будет смотреться опрятнее спасибо за просмотр пожалуйста задавайте свои вопросы с удовольствием на них отвечу спасибо что были со мной